Добрый день, добрый день на часах 13.06 И это программа «Особое мнение» У микрофона Владимира Сметалин И точно так же у микрофона напротив меня Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Юрий Львович, день добрый, добрый день 28 июня, сегодня вторник Напоминаю, а, ну да, перед тем, как, собственно, привязать конкретные события к этому дню Хочу сказать, что все особые мнения теперь расшифровываются на нашем сайте EhoKirova.ru Очень удобно, по мнению многих, заходите и выбираете, что вам больше нравится Либо смотреть, либо слушать, либо читать Многие говорят намного привлекательнее И ваше тоже особое мнение будет расшифровано, Юрий Львович Все войдет, так сказать, в аналог Не отвертитесь Будет чем, Руслан Модзор, извиняюсь Не отвертитесь 28 июня, сегодня четверг И сегодня состоялось очередное пленарное заседание Областного законодательного собрания В котором вы тоже, напоминаю, работали Да, четвертом создали Пленарка уже завершена, насколько я понимаю И сегодня, собственно, ключевое, да, главное событие Сегодняшнего дня парламентского Это все-таки поддержка предложения правительства О повышении пенсионного возраста в Российской Федерации Женщины до 63, мужчины до 65 лет Уже известно, что за эту тему проголосовал 31 депутат в ОЗС Против 14, ну, 14, насколько я понимаю Это все депутаты, не принадлежащие к фракции Единая Россия То есть ЛДПР, Справедливая Россия И Коммунистическая партия Российской Федерации Вот наши коллеги с репортера Уже выложили на своем сайте Прям пофамильно проголосовавших сегодня Коллеги наши пишут, что только один депутат Единоросс Из всей фракции Игорь Большаков воздержался Он нажал кнопку не да, не нет, а воздерживаюсь Ну что, ожидаемо было для вас, Юрий Иванович? Что наш парламент именно так отреагировал? Мы начнем с того, что все сказано в прямом эфире И является моим оценочным суждением Особым мнением Это оценочное суждение Но закон оценочное суждение просят тракталы Да, поэтому мы с этого и начинаем, как обычно Мы же закрываем послушку сегодня Конечно Я думаю, что это было все же ожидаемо Но это было ожидаемо Несмотря на то, что на социальном комитете Очень даже ожесточенные споры возникли Так бывает, что комитет принимает одно решение А общее заседание принимает совершенно другое решение Это не часто бывает Но иногда это такое происходит Ну вот Мое мнение вообще о всем этом процессе Если это интересно, я могу сказать Вообще о теме повышения пенсионного уровня Да, наша пенсионная реформа Которая началась в 2000-х годах Она имеет, будем говорить, такое шарахание Если в 2000-м году мы взяли направление о том Что 6% от оплаты труда идет в накопительную систему Это будет наша с вами потом пенсия будущих поколений То в 2015-м году мы от этого ушли У нас появилась так называемая бальная система Мало кому понятная От которой надо избавляться Заявила недавно вице-спикер Татьяна Голикова И дефицит у нас образовался большой в пенсионном фонде Наши накопления, я считаю Которые там последние 5 лет фактически заморожены Но более не знаю, что они закончились, исчезли Использоваться мы не будем Я думаю, что вся проблема в пенсионной системе состоит в том Что у нас все же это не пенсионные накопления А некая такая пособие мы получаем И если бы мы сами могли Пособие, а не пенсия Да, пособие Ну потому что вот я По выходе, по нынешней правиле Мы считаем, что если сейчас максимальная там пенсия Ну обычно средняя там 15 с небольшим количеством рублей Это где? В Пермской области? Ну я могу про себя сказать, что у меня такая пенсия То если вы вот эти средства жил пенсионер-одиночка Платил квартплату, коммунальные услуги Надо лекарства покупать определенные Надо питаться, надо двигаться в транспорте В общественном другом То этих средств, вы сами понимаете Ну большой недобор Концы с конца не свести Это такое пособие Я воспринимаю это как пособие И мы всю накопительную вещь, о которой говорили Она пропала Вот даже если бы мы те 22% Которые отчисляет работодатель Большая цифра Была поделена пополам Почти четвертая часть 11% платил работодатель А из этой части 11% платил сам человек Ну это не говорит о том, что у него сразу бы возросли налоги А из той же части, которую работодатель только разделить Это бы уже были ваши персональные деньги Вы бы уже могли за них спросить Это была бы реальная такая величина За которую вы бы спрашивали у государства А где эти деньги? Потому что они ваши А сейчас ваши А что мешает нам сейчас? Ну у нас другая система Наша скромность Наверное И понятно, что подводят все разговоры Идется серьезная информационная политика Что границы пенсионного возраста Не соответствуют экономическим реалям Что она была установлена Еще возрастная планка в 30-е годы Мы стали жить намного лучше И поэтому надо поднимать Вот так и выстроено все в паблике Но у нас же достаточно много пенсионеров На самом деле в нашей стране проживает, если я не ошибаюсь 46,5 миллионов пенсионеров И почти каждый третий у нас Да, это большая достаточно нагрузка Житель страны Да Но это имеется в виду, конечно, не только пенсионеры Которые по старости вышли Но и которые заранее заслужили пенсию Ну если, конечно, все подводят Потому что если мы ничего не меняем У нас должны вырасти налоги Чтобы пополнять наш пенсионный фонд Ну, поговорить о том Что мы сможем воспользоваться теми средствами Которые у нас в пенсионном фонде При таком увеличении возраста Говорить сложно Есть, конечно, регионы Где у нас продолжительность жизни намного выше Например, кавказские регионы А вот во многих регионах Включая Кировскую область Да, она не так велика Особенно у мужчин Если женщины реально живут дольше Да То мы за свой производственный период Дарно будем работать До того, чтобы появился пенсионный фонд Но воспользоваться ним Это уже становится большим-большим вопросом Получается так, что мы накапливаем определенную сумму Она достаточно немалая, в принципе Но израсходована ее будет незначительная часть Десятая, не знаю, пятнадцатая часть А остальным просто воспользоваться не успеем Было бы все понятно, если бы у нас была пенсия достойная Достойная, в вашем понимании Это сколько по Кировской области? Ну, по Кировской области, по крайней мере Даже сейчас производитель говорит Что она должна быть минимум выше двадцати тысяч рублей Но сейчас средняя зарплата у нас По отчетам Кировстата в регионе Порядка двадцати пяти, двадцати шести тысяч рублей Вот вы бы к ней привязали? Ну, хотя бы к этому Не меньше, да? Ну, да, потому что Такой подход Что это как бы на дожитие Дается нам такое пособие А период дожития, он при таком росте возраста в пенсионной системе Остается уже совсем маленький И ничего не остается И ничего не остается Во многих регионах Просто его не остается Юрий Владимирович, вы, конечно, молодец Что так вот копнули в историю Начали с двухтысячных годов Но, как говорится, народ хочет знать За вы или просим повышение пенсионного возраста Вот именно сейчас Ну, я считаю, что это скоропалительный Скоропалительный, да Он, конечно, произойдет Эта вещь Но это не По моему пониманию По экономическому состоянию Страны По продолжительности жизни людей Это еще Совсем не тот период Хотя чиновники, надо сказать, уже о себе Подумали заранее У них это Оно, во-первых, произойдет не сразу Как у всех граждан Оно уже начало Это будет поэтапно Каждых полгода Через 12 месяцев Растет возрастная величина И только к 2032 году Женщины будут выходить В 63 года А мужчины в 65 лет То есть вы к чему это? То есть, возможно К тому году и Возраст у нас поднимется Продолжительность жизни Ну, да Во-первых, видите, это же не так резко произойдет Вот Чиновники заранее Обеспокоились вопросом Это было принято, если не ошибаюсь, полтора года назад уже Вот такая вещь, она происходит Хорошо, решение скоропалительное, на ваш взгляд Но, с другой стороны, радует то Радует, если можно так выражаться Что не единовременно пенсионный возраст у нас будет подниматься И впереди еще немало времени Для того, чтобы какие-то параметры подтянулись И продолжительность жизни увеличилась И, возможно, удовольствие денежное увеличилось пенсионеров Но, Юрий Львович, если говорить насчет повышения денежного удовольствия Как нам власти сказали В результате этой пенсионной реформы На тысячу рублей На тысячу рублей пенсионер будет больше получать Но многие специалисты, да и я даже не специалист Ну, получим новые платежки Да, это уже как снежный Но ведь в этом повышении Удившивление нашего бензина Но ведь в этом повышении Вот я 99,09% Говорю, что не учитывается инфляция Ну, инфляция у нас не учитывается Она съест Она съест просто эту тысячу Как вчера объявляли у нас Наши телеканалы Что в этом году ожидается всего лишь 3% Всего лишь 3% По итогам 17-го Было 2,5% Мы же лучше стали жить Гораздо Я стал покупать такие вещи дорогие Которые раньше себе не позволяли Не знаю, куда девать Прок покупаете Правда? Так как он очень дешевый Что же вы не покупать побольше? Так, у нас сейчас будет перерыв небольшой Я чувствую, что мы где-то Немножко подвисли Мысли не закончили Закончите или... Да нет, я думаю, что... Давайте прервемся Мы не сможем решать все равно В эти вопросы Поэтому обсуждать их Ну, практически бесплесно Бесплесно Все за нас решено, вы считаете? Нас подготовили Давайте прервемся Юрий Шлемензанзи Под от Кировской город-думы Это его особое мнение Скоро продолжим Хочу продолжить наш разговор Юрий Львович По поводу повышения пенсионного возраста На этой неделе, как известно Еще и составил совет С Федерации профсоюзных организаций Кировской области Да, там первые лица региона Приняли участие В том числе депутаты от Кировской области Депутат Госдумы Раким Азимов Так вот он сказал Я цитирую Ни Госдума, ни правительство Не собираются кулуарно принимать этот закон Все содержательные предложения из региона В том числе из нашего Будут обобщены и рассмотрены Да, я знаю, что сегодня Вот сделал такое заявление Депутат Басюк озвучил такие предложения Которые будут переданы в Совет Федерации Депутату ЗАЭС Для обсуждения в Совете Федерации По данному вопросу Я думаю, что позволят профсоюзам Митинги провести даже Сегодня с 9 утра был Ну, я думаю, что еще пройдут Митинг его называть Им разрешили с черного входа в здание правительства А как они сами говорят Ну, постоянно еще будут проводить Басюк, я прямо могу процитировать Что сегодня заявил в ходе пленарного заседания ОЗС Необходимо гарантировать трудоспособное будущее гражданам предпенсионного возраста Которое окажется в зоне риска с точки зрения потери работы и трудоустройства на новое место Создать условия для участия в достойно оплачиваемом труде Путем разработки мероприятий и так далее Ну, хорошо, Ильич, ну, хорошо Вроде как законодатели сказали свое мнение Надо повышать Согласились Но мы попросим предусмотреть Так это уже как-то и... Ну, надо же что-то в этой ситуации А уж учтут, а не учтут Это нам тоже не повлияет, мне кажется Нет, будет, я думаю, что что-то учитываться Так это все не пройдет Достаточно болезненный вопрос И у нас в городе Москва совсем не глупые люди сидят Где им положено находиться И они понимают, к чему решение такое может привести Если его не стабилизировать Поэтому какие-то отклонения, поправки пройдут Я думаю, что точно пройдут они Там у них возможности сокращения там С какого-то периода возрастного работодателям сотрудников Ну, может, сейчас если посмотреть объявление о работе, да? Там все возраст до 45 Требуется Да, до 45 лет Ну, там, максимум до 50 лет И все Соответственно, преодолел Таких 99 Да, 99% таких объявлений Мы хотя и говорим, что вот там у нас демографическая яма Некому работать Но это не отразится в этой части То есть проблема трудоустройства и молодых граждан Если мы будем оставлять на работе людей предпенсионного возраста, да? То она возникнет автоматически Сейчас многие еще, конечно, шлют упреки в адрес главы нашего государства Говорят, что, мол, почему же Владимир Владимирович тут не участвует в этом обсуждении И есть мнение некоторых экспертов о том, что вот сейчас правительство будет все это продвигать А потом Владимир Владимирович все-таки выйдет, не знаю, сядет где-то перед телеэкраном и скажет, что я все-таки принимаю свое решение так жестко не проводить эту реформу У вас примерно такое же мнение, что все-таки Путин вмешается и сгладит Определенные вещи сгладит, но она все равно пройдет, потому что экономическая ситуация, которая сложилась в стране, не позволяет нам дальше выплачивать пенсии в том объеме И выполнять те положения, которые должны быть То есть ресурсы в пенсионном фонде у нас сокращаются, дефицит большой Хотя эти дыры можно было бы и за счет других вопросов решать Земельная рента, рента на природные ресурсы, она у нас не покоряется Повышенный налог с богатых? Ну, да я думаю, что дефицитальная система налогообложения не заставит себя ждать Они же недавно отвергли ее Да, я знаю, что наша горизонтальная всех устраивает Сразу сказав, что они будут уходить от официальной налоги Так можно говорить, давайте будем говорить, что многие будут уходить предприниматели платить по просьбе сотрудников в черную А те будут себе сами создавать накопительный фонд И вот смотрите, если бы 6% человек откладывал даже по самой простой ставке сберегательного банка небольшой Ту сумму на свой личный счет То к выходу к 65 мужчина бы ему достаточно приличную сумму накопить Да, которая бы значительно превышала те пенсионные выплаты, которые сейчас получают Это было бы альтернативой повышению пенсионного возраста, да, по вашему мнению? Нет, я даже при превышении А, при превышении При повышении возраста, надо, чтобы были личные деньги гражданина, которые он платит Которые он чувствует до последней копейки И он их не может воспользоваться Знаете, я вчера слушал радиостанцию Хотя в некоторых государствах есть такая возможность, что вот деньги накопительные, у которых есть пенсион Что же такая же система накопительная? Он может использовать там для приобретения недвижимости Ну, это же серьезный подход Ну, это хороший способ Он может своим детям, внукам оставить после этого недвижимости То есть он этими средствами воспользуется Мне вчера очень понравилось в эфире радиостанции, в которой сейчас в эфире, в которой мы вещаем Мнение одного человека Он был очень возмущен А как-то так, ну, тот же Минздрав посчитал продолжительность жизни, да, среднюю в нашей стране Он крайне не доверяет этим данным, что у нас продолжительность жизни растет Ну, наши статистические данные созданы Знаете, меня очень зацепило, знаете, что сказал? Там вызвались люди в Москве А, да, я знаю Активисты, они пошли на кладбище На кладбище посмотрели И просто-напросто посчитали год рождения, год смерти И у них цифры-то, получается, гораздо ниже чем Это не смешно, конечно, будешь простить, что у меня улыбка возникает Но вот самый объективный способ, по его мнению, посчитать Реальную продажную жизнь в данном регионе У меня даже возникла идея на наше кладбище Пойти и провести там денечки Подумать о жизни Я думаю, что вы приедете к тем же самым цифрам А давайте с позиции молодого человека У нас с вами разница в возрасте тридесятка лет Давайте сейчас о молодых людях подумаем Да, мне тридцать шесть Вот молодежь, которая сейчас, на мой взгляд, абсолютно как-то индифферент к этим всем движениям Если выступают вот сейчас профсоюзы, а профсоюзы это люди в годах Вот как молодым людям реагировать на это? Нам это проглотить? Я своим сотрудникам это всегда объяснял И делаю это неоднократно Что найдитесь только на себе Надо надеяться на государство Создавайте свой личный накопительный фонд Его как-то страхуйте Не связывайтесь с государством, да? Не надеетесь только на государство? Создавайте свой накопительный фонд Который поможет вам в дальнейшем получше себя чувствовать Ну то есть поступить более-менее цивилизованно Открыть какой-то счетик в банке Деньги с него не снимать на протяжении лет Но потихоньку туда вот как-то отчислять Под процент, который сейчас предлагают финансовые учреждения Ну а раньше они были больше Но вы же понимаете Далеко не все так могут поступить Конечно Мы же как говорится живем одним днем Вот появились расходы Нужда в том, чтобы что-то потратить Чтобы приобрести Пожалуйста В так называемом капиталистическом строе Совсем недавно стали жить Поэтому у нас навыка в жизни У большинства на Севере нет такого Что надо самому о себе заботиться И в этом-то и беда говорят ведущие экономисты нашего государства Они говорят о том, что большинство российских граждан Не имеют возможности изыскать деньги собственные Если у них случается какой-то форс-мажор А форс-мажоров сейчас огромное количество Заболел кто-то из родственников Нужны огромные деньги на медицинскую помощь Не дай бог какая-то На бесплатную медицинскую помощь И так далее, и тому подобное Но Надо сказать, что за 17-й год Рост оказыванных платных услуг Здравоохранения и возрастных Наверное, правда Недавно не менее Фигурировали цифры Там больше, чем десяток лет И еще мнение Совершая это обсуждение Посмотрим, что дальше будет происходить Действительно ли Появится еще какая-то сила Тот же Владимир Владимирович скажет свои слова Многие сейчас говорят о том, что Больше ни на кого надеются Да, вот эта пенсионная Да и реформа это ее не называют Просто это Одностороннее повышение И все Просто это Такое изменение Вот считается, что Уже некий предел наступает В нашем государстве Когда люди Ну как-то вот массово-то должны Проявить свое недовольствие И свои негативные отношения И вот многие называют Что как раз Планируемое повышение пенсионного возраста Это как раз та точка Когда россияне должны Про-жу-ю 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 Даже не сомневаюсь Страшно становится Жить в нашем государстве Почему? Ну не становится Когда мы все живем, живем Зато спокойно и тихо Грустно стало еще, Юрий Иванович Еще более Но ваш совет Ваш совет Он Надо сказать О том, чтобы действительно Копить самостоятельно Я в свое время От государства Получил бесплатное образование Вот все, что я За все время Да, я получил бесплатное образование Но я думаю, что Большая масса наших слушателей Они бесплатно Все остальное Я уже Как-то так Пришлось писал Жилье Ну и все остальное Даже В период развитого социализма Я живе уже Приобретался Это Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Время бежит очень быстро У нас подошло Время рекламы Середина часа Мы продолжим Через полторы минуты И Что, что реклама еще Коснемся других тем уже Продолжает меня огорчать Юрий Львович В перерыве особого мнения Я говорю Ну вот Пока еще Вхожу в рамки Молодежи Что мне-то Что я-то получу С этого Что я-то буду работать Дольше Чем в 60 лет До 65 Юрий Львович сказал Ничего Ничего Огорчайте Пока не будет работать Накопительная система Никаких радужных Вещей ожидать И до этого нельзя Так, давайте продолжим По другим темам пройдемся Вот накануне Ну, вы когда работали В законодательном собрании Кировской области Мы часто поднимали Проблемы дурных привычек Да Дурных привычек Вот я от чего отталкиваюсь Накануне 27 числа В день молодежи У нас в области был Очередной безалкогольный день Когда в розничной продаже Алкоголя не было Это так называемое Наследие предыдущего губернатора Именно при нем Да, вот день молодежи День последних звонков Первого сентября Санкоголизации населения Да, и день В общем, четыре дня в году На протяжении этих лет Если смотреть на данные статистики У нас в лучшую сторону Ничего по большому счету не меняется Мы по-прежнему в Приволжье Лидируем по количеству Мы говорили В преддверии Принятия этих постановлений Накануне появились данные О пьяной преступности Мы снова Рост Отравления От суррогатов Ну и так далее Вот может пора задуматься Вот эти дни есть А кому-то они действительно Ведь праздник-то омрачают Пришел в магазин А там не продают А я им Вот что дальше Ничего в этом страшного и нет В этих четырех днях Паузы, когда люди сделают В этом Ничего страшного не вижу Ну вот давайте говорим У нас продажа алкоголя С 11 часов, да? Так, подождите Я не помню С 10 У меня было бы предложение На летний период Люди, которые выезжают За город На дачу едут Приобретали их с 8 утра Почему? Подождите, а надо подтвердить что ли Что ты на дачу едешь? Нет, нет Чтобы на летний период Изменить время продажи А В любой день недели? В любой день недели, конечно Именно на летний период Потому что Ну больше выезжающих Которые приобретают алкоголь Тогда Если мы возьмем Например, город Киров Ну контроль все же за Алкоголем в городе Дуду больше, чем в районах И все И вот за счет этого Мне кажется, что потребление Контрафактных Суррогатных напитков Должен сократиться Потому что контроля В населенных пунктах Где продают алкоголь Районных центров В селах он все равно ниже Чем в областном центре Подождите, а вот эта система Единая государственная Автоматизированная Информационная Она не учитывает время продажи алкоголя Я вам только следить за тем Что конкретная тара продана Время продажи алкоголя Это местная Местная А не приобретали Выехав за пределы города В непонятных торговых точках Непонятные алкогольные напитки Потому что здесь все же контроль Намного выше Тогда мы сократим Я думаю Потребление Таким способом Контрафактного Но это потребление Контрафактного алкоголя А вот например Медики за вас бы На это предложение Не похвалили Потому что лето Жарко Алкоголь усугубляет Все эти вещи Вот если продается Восьми утрами Давайте вообще не будем продавать Вот Надо же глупость Только по паспорту И только час в день Ну да Есть такие государства Которые так продают Да Несколько часов в день И они Магазины находятся Вообще за пределами города Туда надо выезжать Алкоголь стоит очень дорого Да Есть такая политика Но ты не говоришь Что там резко снизу У нас потреблены алкоголь На самом деле Просто Их доставок позволяет Покупать этот дорогой алкоголь Не от того Что дорогой И не потребляют У меня такое ощущение Что с введением этих Ограничительных мер Если использовать Ту же терминологию Горлышко сузилось Да Но количество Вытекаемых Из этого горлышко Во-первых Добились того Оно не изменилось Добилось того Что снизилось потребление Слабоалкогольных Напитков На территории Российской Федерации Разными методами Сокращали продажу Пива Других Слабоалкогольных Напитков Вне Системных Магазинов Это привело К росту Продажи Высокоградусных Напитков И снижения Слабоалкогольных Напитков Ну там старые Ну много разных Способов Этим занимались Лоббисты Но они это сделали И на данный момент У нас продажи Слабоалкогольной Продукции Зачительно Снизились Но в общем и целом Картину По здоровью Населения Это как-то Не меняет А как Вы относитесь С предложением Которое Периодически Звучит Давайте вернем В нестационарные Торговые Объекты Хотя бы Слабоалкогольные Напитки Ну Предприниматели Говорят Бизнес погибает И так далее Существенная Доля выручки С это ушла Я к вам спокойно Отношусь Если это легальная Продажа Почему нет А проблема Так называемых Фуфыриков Ну это Государственная проблема Она же до сих пор Она существует До сих пор Масса заявлений Сообщения о том Что вот здесь Продается Постоянно У себя на округе Этим вопросом занимаюсь Пишу заявление В органы ВВД Проводим рейды Совместные Изымаем Штрафуют Ну не я конечно Ну А это все продолжается Потому что достаточно Выгодный процесс Это все происходит Ну я напомню Что у вас Заречная часть города Да Да Округ ваш Как депутат Кировской городской Думы Ну раз уж мы Заговорили об этом Подведем Такой небольшой Виток Что по алкогольной Теме Пока подвижек Каких-то существенных Нет Если не сказать Что вообще Их нету Да Показать Судя по показателям Хорошо Ваша депутатская работа Что сейчас Волнует Тревожит умы Ваших избирателей Жители города Кирова С чем приходится Работать Только не говорите Что мусор Грязь Мусор Разрушенные Подъезды Фасады С этим Приходится Работать Но сейчас Больше вопросов В связи с тем Что у нас Программа Бакадач Киевна стала Работать Я вот Систематически Выезжаю Безопасные Качественные Да Смотрю Как происходит В моем округе В других Местах Приходится смотреть Ремонт Дорог Ну Так как Техзадания По Этой части Составлены Определенным образом Сменизации Средств На полную Оборудование Дороги Ну то есть Мы не не ставим Бордюры Мы не делаем Ливневную Канализацию Съезды Делаем Не очень хорошо То возникает Проблема Буквально На днях Я получил Обращение К граждан С улицы Павлова В 60-летие В ЛКСН О том Что Это Комментарь Да Комментарь Конечно Павла Качагина 211 Что После того Как сделали Дорогу Ее подняли И стало Ее заливать Водоотведение Нет в проекте Я проверял В техзадании Действительно Все выполнил По техзаданию Воде некуда Уходить Воде некуда Отходить Заливается Стоянка Заливается Площадка Контейнера Где Мусор Хранится Обращения В администрацию Были По этому Поводу Говорят Ваша Придомовая Территория Занимайтесь Вы хозяева Вы и разбирайтесь Вот так Происходит Надо Сказать Что При проверке Видно Что Качество Дорожного Полотна Во многих местах Были Достаточно Но я должен Напомнить Что вы Входите В региональную Группу Контроля За дорожным Ремонтом Съезды Подстрековки Тут Качество Страдает Мы отмечали Исполнители Работы Об этом Знают Я думаю Что они Принимут Меры Заметно Те организации Мы смотрели Выполнение Разными Организациями Работ Недавно Мы ездили Есть Где Идет Ремонт Федеральной Трассы Есть Ремонт Где Дет Автодор И ГДМС Но у нас Два основных Подречья В городе В Татар ГДМС Сразу видно Отношение К выполнению Работ Несмотря На организацию В чем разница Поясните В технике В качестве Выполненных Работ Дайте Сделаю предположение У ГДМС Покруче Значительно Покруче Я даже Один из катков Который Наверное По возрасту Смартфон Он По возрасту Может чуть помладше Меня Где вырваны Все провода И вот этим катком Улицу Павла Корчагина Укатывает Субподрядчики Где-то Автор Не помню Как организация Называется Ну чуть помладше Меня Понятно Что там Никакой Виброподушки Нет Вибратора Нет И получается Мы вот ехали На автомобиле Зарубежном Который имеет Пневмоподвеску Пневмоподвеску Настоящую И мы ехали Как по стиральной доске Потому что Каток Сминает Покрытие Остается волна Это вот Свеже Закатанный Асфальт Это вот этим Старым Да 917 года Катком Работает На котором На броняке Он на броневике Выступал Ну это Чуть-чуть Подработать Каток К броневику Не кажется Вам что Вы же чересчур Придираетесь Но деньги То ведь Освоены Деньги Там хорошие Там хорошие Там Там примерно 61 грн Он осваивается Ко всему еще Немаленький Кусочек Осваивается Осваивается Уверенно Стыки Видно Вибрация Большая На дороге Но это Не является Претензией Для исправления Так я понимаю Не факт Не факт А где тут можно А где тут можно Уцепиться Есть же Условия Приедут специалисты Будут проверять Перездачу А дорога еще не сдана А не сдана Не сдана Ну тогда Есть возможность Еще побороться Стадия подготовки Мы думаем Может это так Первый слой Не укатали Мы по первому Слой ехали Второй слой Будет укатываться Может другими катками Мы надеемся Если этим же Будет делаться То же самое Будет то же самое Конечно Ну а в целом Ситуация с ремонтом Дорог по городу Вас устраивает? Депутаты Как представители Общественной группы Я считаю Что вот эта Гонка За километражом Не самый Эффективный Способ Выполнять Да Это позволяет Оставаться в программе Использовать Федеральные средства Но есть примеры Других городов Которые делают Меньше Реально Меньше Смотрю как в городе Ярославль Это происходит Там делают Если у нас делается 105-106 километров в год Ремонт дорог Это исключая ямочная Там делается Строго 51-52 километра Но с полной перекладкой Трасс Находящихся Под дорожным Коммуникацией Коммуникацией Которые там Подушка Дорожная Подушка Смена Ливневая канализация Ограждение Где положено Все пешеходные переходы Оборудуются Так Как они должны быть Светофорами Ограждениями Полная Разметка Субы тратятся Практически Те же самые Что в городе Киров Но делается Два раза меньше Километров поменьше У нас есть такая возможность То же самое Нет Пока Нет Все таки Нужны документы Непосредственно изучать Те условия На которых мы работаем Но Да Безусловно Я понимаю О чем это говорится Тут даже Далеко не профессионал Поймет Что уложенный Вот этот новый На что он кладется Он же зачастую Кладется на истрескавшуюся Вот эту Основание Да Вот здесь Недалеко от театральной площади Это снимается Гранулят Получается Да Который идет на отсыпку Потом Но это потому Это же не капитальный Ремонт дороги И там Смена оснований Не предполагается Во-первых Ограничены Средства на Один квадратный метр Поэтому Бордюры не везде есть У нас есть отдельные улицы Которые Как розыгры Ксенбург Делаются с бордюрами А на большинство улиц Восстановление Бордюров Или Где есть полное Отсутствие Это не подразумевается Я очень был удивлен Более На улице Пристонская Такая есть Ну Возоветки Да Дорога Идущая к очистым сооружениям Трафик там Ну хорошо Что там появилась дорога Да там люди живут Но трафик там мизерный Я думаю Что если бы Вот эти средства Были направлены На центральную часть По Октябрьскому проспекту Есть места Где ездить Вообще невозможно Да Или частично Хотя бы на ямочный ремонт Который минимизирован К сожалению В этом году Я поднимал вопрос На заседание Городской думы О том Что бы Профинансировать Ямочный ремонт Потому что Все средства С ямочного ремонта Которые раньше Применялись В городе Кира Это 80-100 миллионов Ушли В программу БКД были перекинуты У нас осталось Но это обязательное Условие было Что нужно Нет Просто софинансировано Да конечно В этом году Направлено Всего 21 миллион Как он И расходован Пока непонятно Мы запросили данные Потому что 21 миллион Это тоже достаточно Большое количество Ям можно было бы Заасфортировать И вот сейчас Думаю что это делается Для того чтобы Все же финансирование Прошло Что все поняли Что надо финансировать Этот вопрос Поэтому мы Вся та хорошая Атмосфера Которую мы видим Вокруг Сделанных улиц Заезжаешь И в день попадаешь В 3-4 яма Точно Которую невозможно Не объехать Не пройти Как говорится И это все Портит отношение К той общей атмосфере Работы По исправлению ситуации Хотя нормативных Дорог у нас Появляется Конечно Отбой Что раньше Было 36% Мы уже до 56% Докладывали дошли Ну я знаю Позицию Дирекции дорожного хозяйства В связи с тем Что дороги Средства Вернее С ямочного ремонта Перекинуты На федеральную программу Сейчас у нас Ямы будут лататься По остаточному принципу Когда они завершат Укатывать Масштабно Тогда посмотрят Будут ли деньги Тогда уже К ямочному ремонту Приступят Спасибо На этом завершается Время нашей беседы Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Всего доброго Всего доброго Спасибо